И всем привет! Вы на канале Видроид Гейминг. Меня зовут Александр. Сегодня мы продолжим играть в топовые кораблики Modern Warships. Плавать будем на самой дешевой подводной лодочке третьего тира Юри Долгорукий. Но самый ли плохой? Сейчас мы посмотрим. Выглядит она вот так вот. Очень здоровенный корабль. Просто боевая колбаса. Длинная, в экран не помещается. Но если посмотреть сравнение с каким-нибудь Дмитрием Донским. Сегодня их путать буду, наверное, бесконечное количество раз. То он еще больше, а по огневой мощи значительно круче. То есть у него есть 4 ракеты и 2 торпеды. Сдвоенный слот означает, что мы пускаем сразу же за раз 2 торпедки. Здесь же у нас всего лишь 2 ракетки и 2 торпедки. Грустное зрелище. Чем тут воевать непонятно с первого взгляда. Но если приглядеться характеристикам, все становится интереснее. То есть прочность, скорость, маневренность у нас выше. Самое главное, запас воздуха у нас больше по сравнению с Донским. Намного больше. Это здорово. То есть получается Долгорукий более автономный и терпит ошибки. То есть если всплыть на Донском где-нибудь в ненужное время, в ненужном месте, можно потерять абсолютно все лицо. А на Долгоруком всего лишь половинку лица. Это здорово. То есть он терпит ошибки. И новичкам я все-таки рекомендую Долгорукого. Вот такие вот дела там. Если сравнивать с китайцем, то тут еще все печальнее. Характеристики у него никакие. Платит он, конечно, за дополнительный слот ракет. Я пока на нем не плавал. Как появится в ангаре, естественно, мы еще троих их всех сравним. Но звание охотника на подводной лодке я все-таки присуждаю Долгорукому. Потому что по характеристикам мы лучше, чем подводные лодочки. А под водой они сражаются только на торпедках. Количество торпед у них одинаковое. И получается из всех таких сферических ситуаций Долгорукий выходит победителем. Это здорово. То есть основная наша задача все-таки устранение подводных лодок противника. Да, давайте теперь быстренько по модулям пробежимся. Торпедочки оставляем, конечно же, эти же. Потому что это единственные торпеды третьего тира. У них хорошие уроны. Немедленные, конечно, часто мажут. Особенно по подвижным целям. Подвижные цели очень часто заплывают за какие-нибудь препятствия. Но, тем не менее, урон хороший. Из двух торпед мы серьезные повреждения наносим. Единственная ремарочка, опять-таки же, стрелять лучше не дальше, чем на 8 километрам. Хоть у них дальность запаса есть. Но корабли плывут, торпеды плывут по курсу корабля. И очень часто эти 8 километров превращаются в 10-12. И торпеды наши просто не доплывают. Поэтому очень осторожно стреляем на карте Шторм. Хоть и есть расстояние, нет препятствий. Но, тем не менее, корабли уплывают и торпедки промазывают. То есть, дальше, чем 8 километров, лучше на них не стрелять. По ракеткам. Конечно, вы можете поставить сюда и свармеры. Наносить свои честные 30 тысяч урона со всего залпа. Но стоит ли это 30-очка риска получить в обраточку? Я думаю, нет. Свармеры сейчас очень сильно порезали. И, так сказать, современные проблемы требуют современных, так сказать, решений. Поэтому стрелять будем сегодня икс-тридцапятками и гранитами. И вам я рекомендую именно эту же сборочку оставить. То есть, каноничную внезапненько. Представляете? То есть, какая картина у нас получается? Тридцапятки быстрее гранита. Если запускать их одновременно, они первее достигают до цели. А ПВОшки отвлекаются на них. И наш гранитик говорит, здравствуйте, цели залетают на 40 тысяч урона. А если еще тридцапятки залетят, то там вообще 60 тысяч урона. Это как 4 слота свармеров. Пипец полный там. В общем, рекомендую именно эту сборочку попробовать. Если не понравится, то свармеры можете свои поставить. И стабильно наносить не очень большой урон. Такие вот дела. В общем, вот такой вот кораблик. Как я его прозвал убийца подводных лодок. Сегодня посмотрим, как он себя ведет в рандоме с живыми людьми. 3-4 боя скатаемся и сделаем какие-нибудь выводы. А может не сделаем. Погнали в бой. Итак, первый бой. Сразу в мясо на шторм. Представляете? Просто жесть. Сразу же погружаемся, чтобы не спалили. Сейчас главная ошибка какая будет. Если мы близко подплывем, то нас спалят. А, подводных лодок других нету. Представляете? Вот нам повезло. То есть можно прям сейчас сразу же душиться. С пацанами будет. Сейчас главное не засветиться. То есть и авианосцев тоже нету. Это здорово, блин. Это прям карта сказка. Сейчас расфигачимся, скорее всего, будет классно. Так, пацанов уже видно. Надо выбрать какого-нибудь ассистного. Вот этого Нахимова, допустим. Не самая лучшая цель в самом начале. Но тем не менее. Давайте, наверное, назад сдавать. А вот этого тоже хорошо принимают. Ашигарочка. Она, по-моему, если не ошибаюсь, с торпедками. Блин, да всех дамажит. Вертолетик улетай. Я хочу всплыть. Я не хочу, чтобы меня прессовали туда. Блин, что-то громко. Вроде бы тихо сделал. Все здорово, да. Так, вертолет улетел. Можно всплыть и начинать раскидывать гранитами. Пацанчик, здорово. То есть расстояние 8 километров. Торпедки уже, наверное, забываем. Просто кидаем сначала Х-35-ки, потом не 35-ки, да, гранитик. И смотрим, какой урон вылетает. Пацану ничего не поможет вообще, да. То есть отсутствие подводных лодок их, грубо говоря, заруинило. Представляете? Потому что она бы дала свет и просто без авиации даже. То есть пацаны просто не засветили нас. А хотя, смотрите, они убивают наших. То есть не все так еще здорово, как казалось бы. Ну, я думаю, мы затащим, потому что мы молодцы. Потому что гранит летит на 37 тысяч урона, блин. Все, торпедки его похоронят. Это здорово. То есть прям убийца. Так, нас сейчас будут палить. Нас пока еще не палят. Сколько там? 4 километра. Надо потихонечку уплывать. А можно его подушить. Давайте подарочки ему накидаем, чтобы неповадно было. Он держит дистанцию, чтобы нас не спалить. Замечательно, да. Этого тоже надо попалить. То есть прикольный бой получился. Мы еще, конечно, не сдохли. Но я думаю, его сдует. И все, варяжка, здорово. Давай, показывай свой крутой ПВО. У варяга классная, кстати, ПВО. Больше, чем у Нахимова. Но он не увидит, что его убило. А, кстати, мы никого не убили. Сколько мы надамажили? Давайте посмотрим. Профессионалы сидим. 135 урона. 159, 100, 200. Замечательно. Уже нормально. Уже не стыдно. То есть вот получается... А, ну, сейчас ловушки. Сейчас нифига не получается. Варяг зассал. Ну, ты что зассал-то, чувак? Плеер, ты же крутой. Что, пойдем душить? Смотрим еще раз. Глядим. Можно еще запустить. Зря, наверное. Ну, я бы не сказал, что у нас с Тимой повезло. То есть нам повезло с этим Зумом. Зум хорошо надамажил. Ну, и наши ракетки тоже в цель летят. И то есть он уже все сдох. То, что он не переживет вот этот вот град торпед. Здорово. А на чем он, интересно, ездил? Точнее, с чем? Наверное, с коалициями. Сейчас на Зуму очень модно коалиции ставить. Потому что они более профитные, чем и Реалганы. Ладно, погнали. Следующий бой. Итак, вторая карта Арктика. Сразу же тоже на днище плывем. Надо посмотреть, как пацаны будут плавать наши. Одному неохота воевать. Охота спрятаться за широкой спиной. И потихонечку поднакидывать дам. Ну, с нами Донской. Это не может не радовать. Урона у нас предостаточно дам. Ладно, плывем в ту сторону. Возможно, будет свет нужен пацанам. Ну, либо просто постреляемся по каким-нибудь авианосцам. Потому что они любят с этого края стоять. Все будет здорово. Нифига не вижу вообще пипец. Сонар, ты где? Куда плыть? Так, а подводные лодки пока не спалили. Самый главный, да, недочет. Если подводная лодка есть и близко к ней подплыть. Она даже под водой у нас запалит. Сволочь такая, да. Так, а кто подводная лодка? Вот этот вот посерединке. Да, Лекс. Лекс, я тебя вижу. Передаю тебе привет. И сейчас будут... А, исчез. Ну, ладно, бывает. Ну, блин, наша опять душа. То есть я пока подплыву. Я не хочу по центру плыть. Потому что у нас подводная лодка спалит сразу же. Ну, вообще все скрылись. А кто у них, кстати? Ну, тоже Донской. Окей, окей. Вот опять он выплыл. Блин, а зачем я вынырнул? Ну, сейчас нас не спалят. Нас это... Дефают. Вот. Короче, вот так вот стоим. Мне нравится. Ушаков здорово. Лови ракетки, торпедки. Все как надо, да. Я думаю, нас не спалят. Потихонечку подползаем. Давай, давай. Сотрите, сотрите. Гранитик залетает. Бац! 37 тысяч. Ну, здорово же. Тридцатьпятки так не могут. Ну, вот сейчас он перехватил, конечно. Немного надо курс поменять. Потому что он сейчас спалит. Он на нас выходит, походу. Давайте. Поднырнем немножечко. Гранитик давайте напоследок. Да, сокращает дистанцию. Надо под воду заходить, чтобы не спалили. Что, не спалят? Походу не спалят. Замечательно. То есть прям не... А, спалил собака. Ну, ладно, ничего страшного. У него торпед нет? А, есть. Это же Ушаков, блин. Я с варягом его перепутал. А, вот еще господин. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы в нас кидаете, нет? Ну, ракетки не страшно. Мы от них вот так вот сделаем. А ты что с нашими ракетами сделаешь? Ну, смотрите, он быкует. Ты что, быкуешь, что ли? Я сейчас под воду иду. Воу, урон сильный. Уходи, уходи под воду. Гранит, вылетай. Не вылетел. Чего не вылетел-то? Ну, все, главное, ракетки занерфили. Здорово. Уходим от торпед. Красиво пошла собака. Надо немного подрегениться. О, блин, а мы проигрываем, кстати. Смотрите. Я плохо ворвался, на самом деле, на саню бойца. Точнее, баца. Он сейчас тоже подрегениться. Ну, а что вы все в меня торпедами-то кидаетесь? Дайте я посмотрю, что там происходит. А, ну он вообще шикарно вышел. Ну, лови, мужик, лови. Да, минус в чем. Он уйдет, наверное, под воду быстрее, чем наши ракетки приплывут. Ну, я подрегеню сразу же, можно? Ну, и уйду под воду. А вот в этого стрельнул. Давай, успеем. Ну, блин, меня долбят двоем. Вряд ли выживу. Попытаюсь. Ай, больно. Жизек не хватит, блин, пипец. А иногда забываешь второй торпедкой кинуть, одну кидаешь, и такой, блин, давай, давай, дамажь. А она не дамажит, потому что тут ее не кинул. Ну, сейчас мы сдохнем, конечно, да, печаль, печаль. Ворвались не туда, не в то время. Бывает. Ничего страшного. Ну, давай убивай. Убили. Ну, хоть вот так вот, один на один давай, пацан. Тащи, я верю в тебя, ты можешь. Так, у нас остался Санек. И кто? Ну, блин, ну, я думаю, Дарк Найк это завалит. Изи-пизи, да. 280к, ну, что-то как-то маловато. Можно и 600, и 500, и 700 наносить спокойно донским. Главное, точнее, этим, долгоруким. Главное, хорошее, там, ну, стычку найти, дуэльку. Все будет здорово. Ну, я думаю, он победит, давайте. Итак, третья катулечка, опять 4 на 4. Здорово, кто против нас. Ну, скорее всего, Донской, потому что только он и есть, да. Мало кто над Долгоруком плавает. Вот, прячемся под водичку и ловим нашу цель, потому что мы же, блин, охотники на подводной лодке, да. Которые, блин, выхватываем почему-то. Ну, не страшно, сейчас все сделаем. Так, ты кто? Непонятный Ник. Кто нам нужен? Нам нужен Николай Лунин. Хе-хе, ладно. А кто нас? Ну, нас Николай Лунин испалил как раз. Пипец опять происходит. Какая-то жесть. Жопа, 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 жопа. Почему такая жопа? А почему я в него нацелиться не могу? Давай, попадай. Надо как-то спрятаться от этого пацана. Может ему подарочки пока закинуть? А то что он такой, чувачок? С ноготок. Получил, получил, получил. Смотрите, что сейчас гранит улетит? Ну, классно. Короче, он получил свое. Мне эффект было на меня прыгать, чувак, понял? Ну, блин, я уже не успею. И сейчас этого еще задушим, потому что мы крутые. А он не очень. Давай. Это что, у нас тупо характеристик больше. Конечно, если он начнет кайтить сейчас нас, то может теоретически выжить. Ну, это нереально. Ну, просто захавали, просто захавали, пацана. Круто же. Ну, крутяк, крутямбочка. Так, всплываем, смотрим, что кого. Так, а где еще один пацан? Наверное, не долетят собаки. Далековато сильно. Там камушки всякие и так далее. Ну, не будем терять надежду. Продамажим хотя бы чуть-чуть. Потому что его хавают, хавают наши двое. Так, ракетки улетели. Ничего страшного. Еще не запускаем. Да, еще и сейчас эти подарочки откатятся. Чего-нибудь да занесем. Главное, чтобы не уплыл. Что он стоит, походу, на месте. Давай, давай. Ну, вот он. Урон, смотрите, залетает, залетает. По 40к, блин, жесть. Еще давай хочу. То есть, кор прикольный. А если такую схему на Донского поставить, я думаю, будет еще круче. То есть, 2.35-ки, 2 гранита, будет, наверное, здорово. То, что с вармы мне уже, ну, относительно вообще не нравится. Особенно после Ямато, когда садишься на, блин, на Химова с двумя, точнее, с тремя слотами с вармеров. Урон совсем маленький, пипец. Так, у нас опять тропики, опять 4 на 4. Наверное, опять эти же люди. Ну-ка, давайте посмотрим. Воу, мазафака, давайте нырнем. Там авианосец сейчас будет душить по воздуху сразу же. Так, и что делаем? Я бы от наших отплыл, потому что сейчас наших будут как раз гнобить вот эти вот самолетики летающие. И подводных лодок нету. То есть, куда-нибудь вон туда вот далеко сейчас отплывем, будем ракетки с безопасного расстояния накидывать. А сюда можно, наверное, уже и торпедок отправить, нет? Так, давайте еще раз посмотрим, кто с нами, кто против нас. Нахимов, Гульф и Нахимов. Ну, довольно-таки гремучая смесь. Главное, нечаянно не выплыть. Ну, Нахимов, точнее Гульфик уже это получает. И под чуваком плывем. Здорово, мужик. Че, как оно? Нормал Дэс? Ну, вот это, конечно, немного коробит. Скорее всего, я неправильно что-то делаю, потому что первые 2 минуты я вообще не наношу урона. Просто плаваю, да? Надо как-то изменять тактику, галактику нашу. Но сейчас мы выйдем на огневой рубеж, все будет хорошо. Да. И торпедоносцев, как таких, таковых я не заметил вообще, да. То есть нет торпед. Только у этого, у авианосца может быть ракетки. Точнее, самолеты с торпедами. Все здорово. Давай. Ну, в этого стрелять даже смысла нет уже. То есть карта чисто для нас. Ну, минус, что, нас сейчас запарят, когда мы выплывем. Так что лучше не выплывать. Герой. Да у нас герой. Здравствуйте. А как ты героем стал, чувак? Расскажи мне. Герой прям. Ну, 32 левел. Плеер-герой, представляете? Жесть. Сейчас к нему подплывем. Наверное, его лучше не душить, лучше вот этого задушить. Но мы сейчас его выцелить не можем. Так это тот герой? Герой, походу, авианосец, да. Ну, ладно, пофиг. Да, еще, смотрите, приколдес. Когда Донской стреляет, у него две торпедки рядом плывут. И одна РБУ-шка их цепляет выстрелами своими. Здесь ты можешь запустить задержку, и все будет здорово. То есть одна РБУ-шка сбивает торпедку, вторая попадает в цель. Это круто. Ну, давай. Ну, турон наносим. 60К уже надамажили, представляете? Герой, конечно, душит. Душит герой пипец. Нам бы воздух, конечно, еще пополнить. Ну, блин, пипец. Чувак расстроенный. Я вижу по его словам, что он расстроенный немножечко. Давай, попадай, попадай, попадай. Как лучше сделать-то? 4 километра? Печаль. Не, ну сейчас нас не спалят. Нам урона не хватит. Вот в чем дело, чтобы и запас не очень большой. То есть авиация душит. Герой там что-то гнобит. Ну, одного вынесли наши, молодцы. Что, может, всплывем? Покуролесим немножечко? Можно, нет? Получай. И сразу, смотрите, самолеты полетели на меня. Сейчас, конечно, торпедки полетят. Я, наверное, зря это сделал. Сейчас я пополчу. Ну, 50К урона, замечательно. Дайте еще. Сейчас я уплыву. Под воду. Да, ракеты, ракеты. Меня пофиг вообще, пацаны. Я дурак, бросай оружие. Я на героя плыву. Давайте, похаваем. У меня снарядов не хватит. Задрите, сколько торпед. Ну, 14, в принципе, норм. Так, Нахимов. Ну да, сейчас пойдут в меня торпеды, конечно, кидаться. Ну, такая серьезная катка, я бы так сказал. Герой спрятался за препятствия сразу же. Классно. Ну, то есть чувак умеет играть, круто. Странно, да? Героя почему-то не вынеслись в первых секунд, как пацаны ноют. Типа это, вот меня выносит на первых секундах бой, а почему? Говно, баланс. Вот у героя норм баланс. Считайте, он затащил, сколько он нанес урона? 600К. Пипец просто полный. Мы, конечно, сейчас покушаем немного урона, продержимся до максимума, но я не верю в наш успех. Тут все плохо. Надо как-то вон туда вот плыть. Потому что он сейчас будет кайтить у меня вокруг камушка этого, с надеждой, что я выплыву. Ну, вот уже торпедки пошли. Стандартная схема, так сказать. Сейчас у меня уже и воздух кончится. Но автономность, представляете, мы всю катку под водой провели. Три минуты. Жесть полная, блин. Даже больше. Четыре. А мы куда-то плывем, не туда, походу, да? Фиг его знает. В потемках плывешь. Ну, сонар вроде не... А, ну вот уже край карты. Ай-яй-яй, больно-то как. Какая досада. Вот, геройчик выплыл. И опять скрылся. То есть чисто заныкались, будут сейчас меня гнобить авиацией. Ну, я, наверное, не буду это время затягивать. Чуть-чуть поддамажим, чтобы окупить ловушки наши. Пять кмэ, в принципе, норм. Можно немного их потроллить. Что, потроллим? Сейчас самолеты от нас отлетят. Хотя, блин, там даже, смотрите, даже... Даже, блин, уже вертолет к нам прилетел. Пипец просто. И торпедами кидается. Ладно, всплываем. Что томится? О, вы меня вынудили, пацаны. Чпинг-чпинг. А где-то до ракеты? Я не вижу ракеты. Все вон там за камнями, за долами стоят. Давай. Ну, я выпущу, поживу подольше. Смерть. Ну, душа, душа-то, конечно, пипец. Блин, мне еще и звонят. Ну, пацаны, мне звонят, короче, да. Это так, реально, бесит пипец просто. Это работа. Короче, проплыл все расстояние. Ну, вроде бы я ослепил их бдительность. Они думают, что я просто плыву. Но я не просто плыву. Я вернулся. Я говорил по телефону, чуваки. Сейчас я буду вас убивать. Ну, смотрите, как бы я продержался. То есть, 6 минут выживания. Против трех пацанов. Против плотного ассиста. Сейчас мы еще немного урона набьем. И все будет здорово. Я даже сейчас еще хилку съем. Ну, крутям бы же. 23 кан, не, наверное, не выживу уже. Почему Нахимовы ко мне вплотную не плывут и... Ой, а я уже это... Я уже припарковался, короче, тут окей. Ну, ладно. Вот, начал, говорит, ирбушками стреляться. Давайте всплывем напоследок. Здравствуйте. Ну, и ладно, вам что вы гоните, что ли? Я так просто не сдамся, пацаны. Я сейчас еще под воду уплыву. Да, вот сейчас вот, смотрите, уплываю под воду. Здорово. Сколько надамажили? 364 тысячи. Это рекорд, пацаны. Плыли под водой всю игру. Круто. Офигенная автономность. Ну, что, ребятки, каменист, канал у нас, его еще сегодня не было. Давайте, наверное, последний бой, чтобы видео сильно не затягивалось, а то будет опять на полчаса. Так, что, делаем все то же самое. Ныряем под воду, чтобы нас не оспалили. Нас уже не оспалили, это уже здорово, да. И ищем нашу главную цель. Кто это? Донской, наверное, кто еще? А, нет, смотрите, Долгорукик. Хищник, если я правильно понял его. Так, вот он, он. Вот он уже, здравствуйте. Сокращать дистанцию, надо от него немножечко тоже выруливать. И сейчас мы потихонечку, помаленечку, его поддамажим. Главное, чтобы он не скрылся. Но он тоже, смотрите, торпедки пускает. Короче, мы его не задамажим никогда, блин. Велогульфик, быстрая цель. Вот этот вот мне парень не нравится. То есть мы только сейчас спалимся. Вот этот вот, видите, мы на него смотрим. Сразу же в нас торпеды все полетят. Что лучше сделать, я не знаю. Как-то вот так вот, может быть, пока покидаться. Опять такая пассивная какая-то игра. Вот Долгорукика можно покидаться. Там нету сигнала, короче, столкновения. Поэтому немножечко страшненько плыть, не глядя. Вперед, да. Ну вот этого уже задушили, смотрите. Все, одного авианосца, считайте, у него нету. Давайте, все, пропало. И мы свободны. Можно выплыть. Представляете? Хищник на 8 километров, смысла нет в него стрелять. Зато вот в этого, господина, можно покидаться. Давай, захватывайся, мужик. Раз, два, былогульфик. Он даже не поймет, кто его убил. Кто ему занес 50-ка урона. Ну, блин, понял. Как так-то? Хе-хе. Блин. А у этого больше перезарядка. Мы, наверное, не успеем сейчас сделать наш коварный план. Плюс это гульфик, у него хорошая ПВО ракетная. Ну вот опять, смотрите. Да что такое-то? Как так-то, пацаны? Серьезный противник? Ну, их двое осталось. Блин, я еще хочу сыграть. Потная была одна катка, где мы 360 тысяч дамаги надамажили под водой, блин. Все остальное как-то не потное. Донбасс! Хардбасс, Донбасс, давай. Получай. Ну, просто рой. Выпускаем. Шлейф смерти за нами летит. От нас, точнее, так вот. Ну, все, короче, нам 50-ка дамаги надамажили. Не смотрите на урон, пожалуйста. Это не мой дамаг. Здесь что-то неправильно показывают нам. Жескач. Ну, погнали. ПВП с Долгоруким. Посмотрим, сколько он надамажил. Ну, он-то нормально, наверное, надамажил. 170. То есть, на уровне, в принципе, нас. Сейчас торпедки все залетят, будет вкусно. 11 километров. Мы не достанем по нему. Печальная какая-то катка. Давайте еще одну. Не считается. Вот не считается. Нет. Охота поугарать еще. Или не залетают. Он поворачивает назад. Нет, чувак, вернись. Ну, давай ты сдохнешь уже. 20к, 20к. Все, мы надамажили сотку. Я уже счастлив. Давай еще чуток. Опять за камушки заплывает. Ну, куда ты? Ну, стой, мужик. Ну, стой. 3 километра. Вроде бы рядом, да? Вроде бы нет. А, нет. Все. Нормал дес. Не туда он поплыл, короче. И по нам еще торпедки плывут. А я сейчас под воду иду, понял? И что ты мне сделаешь? Спрячешься от твоих торпед. Замечательно. Сколько надамажили? То есть, одна нормальная цель. И уже 150 тысяч. Уже, ну, не так стрёмно. На самом деле, стрёмно, конечно. Ну, нормально. Давайте еще один бой. Так, опять погружаемся на самое днище. И куда-нибудь плывем. На позиции. Слушай, пацаны шарят. У них какая-то тактика. Они ее придерживаются. О, господи, боже мой. Там, смотрите, факушки. Чувак показывает крутой ник. Окей. Так, на позиции. Я бы тоже на какую-нибудь позицию встал бы. Если бы знал бы, блин, на какую вставать. Ладно, опять все наобум. За камушек. По периметру. Ищем слабые цели. Кидаем торпедки. Смотрим на урон наших товарищей. И на бесполезность нас. Вот уже кто-то... Кто надамажил две... Как ты это делаешь, демон? Пацаны все здесь. Все спалились. Даже под воду. Вот, Донской есть. Пытка не пытка, как говорится, да? 6,5 километров. Мы его не палим. Он нас не палит. Блин, скрылся. Все это печально. Донской. Ну, давай. Ну, он за препятствиями опять. Без света, пацаны, играют. То есть на позициях, но без света. Как так? Ой, мужик, извиняй. А-а-а! Сейчас я тебя переверну. Так, как сделать? Вот, пацан. Хороший мужик. Уважуха. Респектуха. Давай, получай. Так, а гранит... Почему я гранитом не кинул? Долго наводилось. Окей. Бывает. Спишем на шок. Так, а 5 километров он нас сейчас спалит, если выплывет, да? Нет? Пока нет. Потому что это не подводная лодка. А вот этот уже может спалить 4 километра. Давай, нырей, 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 нырей. Зумволд. Давай, подарочки. Хватило, нет? Опять гранит тормозит. Еще пока не спалили. Мы были под водой, когда он вышел на 4 километра. Здорово. Ну, пацаны душат. Молодцы. Мы пока не уязвимы. Держимся. Блин, я боюсь, что если меня сейчас спали... Да, пофиг, короче. Надо помогать пацанам. Помогать надо. Помогай, да. Давай, все, нас спалили. Сейчас будет душнилова, конечно же. А, все, он сдох. Окей. Так, летят ракетки. Я думаю, мы их отразим. Потому что мы отразительные. Все на позициях стоят. Ну, пацаны молодцы, конечно, да. Я, наверное, даже вот так вот делаю. Ну, потому что чокомон. Так, я развернуться здесь могу? Могу. Здорово. Ну, раскатали, раскатали. Молодцы. Наших, в смысле. Торпедки плывут. Ну, это Донской буянит. И что делать-то? Ну, давайте Донского постреляем. То есть, всех так накидываем как-то, блин, без ассиста. Пипец. Экспрессия получается какая-то. Ну, Донской сдулся. Здравствуйте, вы сдулись. Ну, больно. Что я могу сказать? Давайте полечимся, чтобы сильно больно не было. Так. Так, Рен Хей. Пока не в нас стреляет. Вот этого охота. Блин, а вот эти торпедки, смотрите, они по нам. То есть, мы его не видим, а он нас видит. Вот это вот самое печальное, что может быть. Ладно, я всплываю, потому что мне это бесит. Так вот он стоит. Здравствуйте. Получите на пирожки, пожалуйста. Давай, стреляй. Попади хоть разок, блин. Так, чё? Чё, 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 чё? Сокращается. Ну, попадём же. Ну, давай, ну, ещё. Ну, давай. Ну, давай, давай. Умирай, пожалуйста, чувак. Ты молодец. Так, торпедки плывут. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Ну, как сказать нет, да? Есть, конечно. А чё ты не сдох-то? Давай, дохни, мужик. Ещё. Ещё хочу. Дохни. Молоток. Молотамба. Так, всё. Остался один вредный парень. Ничего, старт ракеты. Где я не вижу ракеты? Ну, и чё? Мне пофигу вообще. Ну, задушил, задушил. Молодец. Да ладно тебе, хватит меня так сильно бить-то, чувак. Чё, ход конём давай. Погружайся. Погружайся. Нет, я сдох. Ну, давай, последние ракетки в цель. В лоб. Нет. Эх, блин. Ну, хороший, в принципе, бой был такой. Какой-то несуразный чуть-чуть. Но это я, блин. У меня ещё тактическое мышление пока критично очень сильно, да? В отрицательную сторону. Я думаю, наши два бравых китайца. Это же тоже китайцы, по-моему, был, да? Задушат его. Задушат, да? Прям возьмут и своими клюшнями китайскими его убьют, да? В общем, кораблик мы посмотрели. Он классный. То есть... А чё это такое? А, вот так вот. Режим без интерфейса. Здорово. Давайте включим. Первый раз эту кнопку, по-моему, увидел, нет? Окей. Давайте выходим отсюда. Ну чё, ребятки, получилось очень скромненько. Сегодня поплавать. Маленький урон нанесли. Не было таких каких-то тащерских каточек. Но, тем не менее, было, на мой взгляд, весело. Очень приятный корабль. Многие вещи себе позволяют, которые не может позволить Донской. То есть, в жизни хватает глупости делать это самое главное, да? То есть, новичкам всё-таки я рекомендую его. Приятная машинка. Мастхевчик, я думаю, да. Для знакомства, так сказать, с подводным миром третьего тира самое оно. Но, что касается следующего корабля, я ничего сказать вам не могу. Потому что, возможно, будет обново. Возможно, нет. А чтобы следить за новостями, можете подписываться в группу ВКонтакте. Вот она, вкладка сообщества. Вот кнопочка ВКонтакте. Сюда вот прям врывайтесь. И будете впереди планеты всей знать все самые свежие новости. И принимать даже решения всякими голосованиями о судьбе проекта. Вот такие вот делишки. Так что, подписывайтесь. Будьте в курсе всех событий. А пока на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Надеюсь, уже будет обново. Пока-пока.